Поглощена «Бог наш! На Него мы уповали, возрадуемся и возвеселимся во спасении Его!» Воскресение Иисуса Христа «Господь Иисус Христос ради нашего спасения принял страдания и крестную смерть». Тайные ученики Спасителя, Иосиф Аримофейский и Никодим, погребли его тело в новом гробе, высеченном в скале, недалеко от Голгофы. Когда тело Иисуса Христа покоилось в погребальной пещере, душой своей, Он, как и все умершие до Него, сошел в ад. Бог пришел туда, где многие века души умерших праведников ожидали пришествия Спасителя. Христос пришел и, проповедав воскресение, вывел их из ада. Как поется в церковном песнопении, ад опустел. Покой Великой Субботы стал началом перехода от смерти к жизни. По прошествии Субботы, ночью, на третий день после Своих страданий и смерти, Господь Иисус Христос ожил силою Своего Божества. Он воскрес из мертвых. Его человеческое тело преобразилось. Спаситель вышел из гроба, не отвалив камня, закрывавшего погребальную пещеру. Он не нарушил печати Синедриона и был невидим для стражи, которая с этого момента охраняла пустой гроб. Вдруг произошло великое землетрясение. С неба сошел ангел Господень. Он отвалил от опустевшего гроба камень и сел на нем. Вид его был, как молния, и одежда бела, как снег. Воины, стоявшие у гроба на страже, пришли в трепет и стали, как мертвые. А потом, очнувшись, в страхе разбежались. Тем временем женщины, бывшие на Голгофе и при погребении Христа, поспешили ко гробу Спасителя. Было очень рано. Рассвет еще не наступил. Взяв с собой драгоценное миро, женщины шли исполнить последний долг любви по отношению к своему Учителю и Господу. Умостить миром его тело. Это были Мария Магдалина, Мария Яковлева, Иоанна, Соломия и некоторые другие женщины. Православная Церковь называет их женами-мироносицами. Не зная, что ко гробу Спасителя была приставлена стража, Они спрашивали друг друга. Кто отвалит нам камень от двери гроба? Камень был очень велик, а они слабы. Опередив остальных женщин, Мария Магдалина первая пришла ко гробу. Она увидела, что камень отвален от двери, а гроб пуст. С этим известием она побежала к ученикам Христовым Петру и Иоанну. Услышав ее слова, апостолы поспешили ко гробу. Мария Магдалина последовала за ними. В это время ко гробу подошли остальные женщины. Увидев, что камень отвален от входа, Они вошли в пещеру и там увидели святозарного ангела и испугались. Но ангел сказал им, «Не ужасайтесь, Иисуса ищите Назоренина распятого». «Он воскрес. Его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите скажите ученикам его и Петру, Что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». Выйдя, женщины побежали от гроба. Их объял трепет и ужас. Они никому ничего не рассказали. Вскоре после этого Ко гробу Господню прибежали Петр и Иоанн. Иоанн был молод, Поэтому бежал быстрее Петра И первым оказался у гроба. Наклонившись, Он увидел погребальные пелены Господа, Но, побоявшись, Не вошел внутрь пещеры. Петр же вошел во гроб. Он тоже увидел пелены И лежащие отдельно сударь, Повязку которая была на голове Иисуса Христа. Увидел и уверовал В воскресение Господа. Между тем воины, охранявшие гроб, Пришли к начальникам иудейским И объявили им обо всем, Что произошло в саду Иосифа. Не желая верить в воскресение Христа, Фарисеи и первосвященники Подкупили воинов, говоря, «Скажите, что ученики Его, Придя ночью, Украли Его, когда мы спали». Воины, взяв деньги, Поступили, как были научены. А ученики Христовы Разошлись по всему миру С проповедью о воскресшем Спасителе. Эта главная весть, Провозглашенная христианской верой, Находится в самом центре проповеди, Богослужения и духовной жизни Церкви. Христос в воскресе. Если мы веруем, Что Иисус умер и воскрес, То и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok